Так, ну что, друзья, добрый день всем. Давайте потихоньку начинать. У нас новая тема. Можно, наверное, выключить этот цвет и включить тот, чтобы было лучше видно. Да, вот так отлично. Хорошо, ну что, друзья, начинаем. Итак, смотрите. До сих пор мы с вами обсуждали последовательности и пределы последовательностей. С одной стороны, последовательность для многих из нас – это более новый объект, чем функция, потому что с функциями так или иначе все сталкивались в школе. Но мы начали курс последовательности, потому что это такая штука, в которой чуть проще определять предел. Не так, чтобы было бы катастрофически проще. Но, по крайней мере, чуть-чуть меньшей степени свободы. Сейчас мы переходим к более сложному объекту – к функциям. И, с одной стороны, у всех есть какие-то представления из школы. В школе там проходят, что бывают там всякие функции, параболы, гиперболы, синусы, косинусы и так далее. А с другой стороны, нам сейчас придется очень глубоко все это погрузиться, понять, как все это работает. Давайте я начну с определений. Мы будем говорить, что слово «функция» – это синоним к слову «отображение». Мы обсуждали, что бывает отображение, когда у вас элементом одного множества ставится соответствие элемента другого множества. Но вот когда мы говорим «функция», мы обычно подразумеваем числовые функции. Значит, числовая функция – это просто отображение. На самом деле, давайте я напишу так. Отображение из какого-то множества d в r. Значит, d – это у нас будет обязательно подмножество множества вещественных чисел. Через какое-то время вы будете рассматривать многомерный анализ, в котором область определения функции может быть более сложно устроена, чем r, область значений может быть более сложно устроена, чем r. Но мы сейчас в нашем курсе функции – это будут вот такие одномерные числовые функции, у которых область определения – это какое-то подмножество, лежащее в r. И значение она принимает тоже в r. Ну, d является подмножеством r. Значит, d в таком случае называется область определения функции. И часто пишут d от f. То есть, если у вас задана функция f, то d от f – это ее область определения. Часто используют такое обозначение. Значит, у нас все функции числовые. Но, опять же, стандартный объект, который здесь возникает – это область значений функции. А именно, это множество всех тех чисел, которые, в принципе, функция может принимать в качестве своего значения. Часто используют такое обозначение e от f. Это множество тех значений f от x, когда x пробегает всевозможные значения в d. Значит, область значений. Давайте я приведу какой-нибудь пример. Допустим, можно функцию задать формулой f от x равняется x в квадрат. На самом деле, когда я написал такую формулу, не совсем правда, что я полностью задал функцию. Потому что, когда я вот такое написал, не совсем понятно, какая область определения вот этой штуки. С одной стороны, можно рассматривать вот эту функцию заданную такой формулой и определенно на все числовой оси. У нее будет графиком, допустим, вся парабола целиком. А с другой стороны, я мог бы сказать, что вот этой же самой формулой описывается функция с какой-то другой областью определения. Неопределенная не всюду, определенная только на каком-то кусочке. Это часто бывает полезно по разным причинам. Например, мы думаем, что у нас x – это не какое-то абстрактное число, а какая-то величина, которая может быть только положительной. Какой-нибудь выпуск чего-нибудь. Вы не можете выпустить минус 3 телевизора. И в этом случае довольно естественно говорит, что наша функция определена не всюду, а определена только на неотрицательных числах. Вот можно рассмотреть, допустим, такую функцию. То, что я нарисовал, это график функции. Это y равняется x квадрат, определенный на r. Но я мог бы рассмотреть какую-нибудь другую штуку, например. Возьму сейчас вот такой вот кусочек. Скажем, вот здесь у меня пусть будет 1, а здесь пусть будет 2. И возьму и нарисую вот такой вот кусочек этой же самой параболы. И вот это тоже график функции y равняется x квадрат, но только это, строго говоря, другая функция, потому что у нее другая область определения. Определенная на отрезке от единицы до двойки. Вообще, когда у вас есть какая-то функция, вы можете всегда ее ограничить на какое-то подмножество в своей области определения. Нам иногда будет полезно такое делать. Бывает такая штука, как ограничение функции на подмножество. Допустим, что у меня была какая-то функция f. Она отображала d в r. У нее область определения была d. А я возьму и хочу рассмотреть какое-то другое подмножество. Вот у меня есть, допустим, a какое-то подмножество d. И я могу рассмотреть такую функцию. Могу рассмотреть функцию g, которая будет действовать из a в r. И устроена она так. Значит, пишут так. g – это есть f, ограниченное на a. И задается она таким образом, что g от x равняется просто f от x для всех x, принадлежащих a. То есть, например, если у меня вот этим вот красненьким я нарисовал график функции… Ну, давай считать, что вот это вот у меня функция f здесь. Вот в этом примере. Значит, вот это вот y равняется f от x. Тогда вот эта вот зелененькая штука – это график функции y равняется f, ограниченная на отрезок от 1 до 2. От x. Да. Да, да. Можно ограничить нашу функцию на множество нейтральных чисел и получить последовательность. Мы так, на самом деле, довольно часто делаем. Мы довольно часто… Вот когда у нас последовательности задаются формулами, скажем, a n равняется n квадрат. Это что такое? Это означает, что вот у нас как бы была такая функция x квадрат, и мы ее ограничили на множество нейтральных чисел. Получилась последовательность. Да? Значит, вот это как раз вот эта вот самая палочка – это как раз ограничение. Вот я говорю, что g, функция g – это функция f, ограниченная на множество a, которое является подножеством области определения. Ну, как бы это реально очень простая операция. Я просто говорю, что g совпадает с f во всех точках множества a, а во всех остальных точках она не определена. Значит, у функций, заданных формулами, я бы так сказал, у формул существует некоторая естественная область определения. Естественная область определения. И, как правило, если функция задана формулой и ничего не сказано про ее область определения, то обычно подразумевается, что область определения – это вот та самая естественная область определения. Это множество тех значений x, при которых формула, в принципе, имеет смысл, при которых можно посчитать значения. Значит, это множество тех x, при которых формула имеет смысл, имеет какое-то численное значение. Но что это означает? Представьте себе, что у меня есть какая-нибудь функция. Скажем, я написал такую формулу – единица на x. Какая у нее естественная область определения? Да, вот у нее естественная область определения – это все числа, кроме нуля. Можно представить себе какую-нибудь более хитро устроенную формулу, например, квадратный корень из, скажем, x квадрат минус единица. Какая у нее естественная область определения? Значит, x квадрат минус 1, когда он принимает неотрицательное значение, чтобы был определен корень? От минус бесконечности до… Минус единица включаем или нет? Включаем. Так. Да, вот так вот. Да. Ну и когда записывают функцию просто формулой, типа вот если написать, f от x равняется корень из x квадрат минус 1. Если не сказано ничего дополнительно, как правило, имеется в виду, что мы создали функцию, которая область определения, ну, как бы самая большая, какая возможна. То есть вот эта самая естественная область определения соответствующей формулы. То есть функция определена везде, где ее можно посчитать. А тогда, когда мне нужно будет явно сказать, что я определяю эту функцию на каком-то меньшем подможестве, я это явно проговорю. Значит, d от f – это естественная область определения. Если не оговорено обратное. Вот. Ну, хорошо. Значит, это, в общем-то, такие скорее терминологические вопросы. Ну, давайте еще поговорим про функции. Значит, у нас уже встречались графики функции. Вы, безусловно, знакомы с графиками функции и понимаете, что это такое. Значит, формальное определение такое, что вот можно рассмотреть декартовую плоскость. Да, у вас есть x и у вас есть y. Значит, что такое вот эта декартовая плоскость? Ну, формально это есть r декартового произведения с r. У вас каждая точка задается парой чисел, и поэтому пара чисел – это и есть элемент декартового произведения r на r. Помните, какие такие декартовые произведения? Упорядоченные наборы. Или коротко это записывают как r квадрат. И, соответственно, кто такой график? Значит, можно сказать, что график функции f – это есть подмножество декартовой плоскости, ну, которое устроено таким образом. Значит, у нее, оно состоит из точек, у которых x-овая координата какая-то, а y-овая координата равна f под этой x-овой координатой. Ну, и, соответственно, x-овая координата пробегает все значения из области определения f. Значит, это такое формальное определение, не то чтобы оно вам давало что-то сильно больше понимания, чем вы и так знали. Но давайте поговорим, какие графики бывают, а каких не бывают. Вот это график. Гр от слова график. То есть график – это подмножество плоскости, которое устроено так, как мы привыкли. Но вот про графики важно понимать, какими они бывают, а какими они не бывают, потому что не всякое подмножество плоскости является графиком какой-то функции. Например, если я вам нарисую вот такое подмножество плоскости, будет оно графиком или нет? Ну, по крайней мере, оно не будет графиком y равняется f от x. По крайней мере, вот так, как я нарисовал оси, оно точно не будет графиком функции y равняется f от x. Почему это так? У нас нету, как бы не всегда есть однозначность. То есть для того, чтобы у функции всегда есть однозначное значение. В любой точке функция либо не имеет никакого значения, если она там не определена, а если она там определена, то значение ее определяется однозначно. Переходя на язык графиков, это означает, что если я проведу любую вертикальную прямую, то эта вертикальная прямая обязана пересекать мой график не более, чем в одной точке. Он может не пересекать вовсе, если функция соответствующей x-овой координаты не определена. Или он может пересекать один раз, но такого не может быть, чтобы он пересекал три раза. Значит, вот это не график. Это хорошее замечание по поводу того, что, в принципе, можно думать про вот эту же картинку, можно думать про это же множество. Не как про график функции y равняется f от x, а наоборот, как график функции x равняется какая-нибудь g от y. Действительно можно. То есть, и довольно часто на картинках, довольно часто такое бывает, что оси координат меняются ролями. Что та ось, которая вроде как горизонтальна, она на самом деле выполняет функции вертикальности. Такое бывает. Это может быть немножко непривычно, но иногда это бывает полезно. Давайте я напишу аккуратное утверждение, что вот это точно не график функции y равняется f от x. То есть, если смысл осей такой, что y – это значение, а x – это аргументы, то эта штука не график. Но в какой-то другой ситуации может быть и график. Давайте я еще один пример приведу. Ну вот, смотрите, можно представить себе какую-нибудь такую функцию. f от x равняется, скажем, x минус 1 при x, не превосходящих 2, и, скажем, 3 при x больше 2. Значит, во-первых, если вы вдруг никогда с таким не сталкивались, вот знакомьтесь, это тоже способ писать такие формулы, которые… Ну, как бы я хочу на разных участках числовой прямой функцию задавать разными формулами. И для этого я пишу вот такую вот штуку с фигурной скобкой. Вообще, как бы нужно… Так, одно из серьезных достижений математики – это понимание того, что функция на самом деле не обязана задаваться формулами. Вот функция – это некоторое такое абстрактное отображение из вещественной прямой в вещественную прямую, из подможенной вещественной прямой в вещественную прямую. Но она, вообще говоря, не обязана задаваться формулами. И когда мы будем думать о функциях, когда мы будем строить примеры какие-то и так далее, далеко не всегда эти примеры должны выглядеть именно записаны в виде каких-то формул. Чаще мы думаем о функциях, чаще мы думаем о графиках, о чем-то таком. чем о формулах на самом деле. Но, по крайней мере, вот такая запись немножко расширяет наши возможности по записыванию функций формулами. Давайте посмотрим, как у нее график устроен. Что здесь написано? У меня есть x, y. Здесь написано, что до двойки. Значит, вот у меня здесь есть какие-то значения. До двойки значения совпадают с функцией x-1. Так, что такое x-1? x-1 – это вот такая штука. Она в точке 0 принимает значение минус 1, а дальше растет вот так. Начиная с значений, больших чем 2, у нас получается значение 3. Значит, вот это вот единица, здесь где-то двойка, тут будет тройка. И, соответственно, вот так это должно выглядеть. Значит, чтобы показать, какое же значение принимается в двойке, как правило, ту точку, которая принимается, то значение, которое принимается, выделяют жирненькой точкой. В данном случае это будет вот это значение 1. А то значение, которое не принимается, наоборот, выделяют вот таким вот пустым кружочком. Ну, по крайней мере, это одно из обозначений. Ну, да, по-всякому делают. Я, честно говоря, привык к такому. Иногда стрелочки рисуют, иногда вот так вот рисуют. Значит, и вот эта штука тоже график-функция. Несмотря на то, что у нее здесь есть какая-то странная такая штука, но вот понятно, что везде вот здесь вот у нее одна точка пересечения, здесь тоже одна точка пересечения. И вот здесь, на самом деле, тоже одна точка пересечения, вот эта вот с вертикалью. Ну, давайте я совсем, чтобы показать, что не всякую функцию можно представить в виде формулы, а еще не всякую функцию можно хорошо себе представить в виде графика. Давайте я покажу пример функции, которую довольно трудно представить себе в виде графика. А именно это функция Dirichlet. Давайте рассмотрим такую функцию. f от x равняется 1, если x рациональный, и 0 иначе. То есть во всех рациональных точках она принимает значение 1, а во всех иррациональных принимает значение 0. Представили себе график? Ну, вот какое-то такое будет, прямо вот его нарисовать довольно трудно, потому что у вас будет какое-то вот такое вот облачко точек на уровне 1. Ну, вот как бы, да, прямая, но она там немножко дырявая, прямая сверху, хоть и все доплатная. Как мы знаем, рациональные числа, рациональные числа дырявые. Поэтому, как бы, ну вот получается, что у нас… Сейчас, давайте я другим цветом это нарисую. Функция Dirichlet – это фамилия французского математика такого. Значит, вот какой-то такой у нее график. Понимаете, нельзя сказать, что это две параллельные прямые, потому что это график функции, а график функции должен иметь ровно одну точку пересечения с каждой вертикалью. Да, ну вот у нас все-таки ограниченные возможности по рисованию, мы не можем нарисовать множество рациональных чисел. Но представить себе можем и думать про свойства этой функции мы вполне себе можем. Окей. Давайте поговорим немножко про свойства функций. Ну, то есть свойства, которыми, в принципе, могут обладать функции, а могут не обладать. Ну, я скажу два слова про свойства функций, которые аналогичны соответствующим свойствам последовательности. А именно, есть понятие ограниченности. А именно, функция f называется ограниченной. Соответственно, ограниченной сверху, ограниченной снизу. Значит, я сейчас даю три определения одновременно. И если существует такое c, что для всех иксов из ее области определения, соответственно, либо модуль f от x меньше c, либо, если она ограничена сверху, то сама функция f от x меньше c, либо, если она ограничена снизу, то f от x, наоборот, больше c. Значит, вот здесь три определения в одном. Такое часто делают, когда есть несколько похожих утверждений или похожих определений. Довольно часто для сокращения записи так пишут, что вот мы сейчас выбираем либо, вот здесь либо слово ограниченное, либо слово ограниченное сверху, либо слово ограниченное снизу. И в соответствии с тем, какое здесь мы выбрали слово, мы должны выбрать либо вот это условие, либо это условие, либо это условие. Ну как, у нее модуль должен быть ограничен? Если она просто ограничена, сверху и снизу она должна быть ограничена. Вот эта штука должна выполняться, если она просто ограничена. Просто ограниченность – это вот это условие. Значит, это абсолютно то же самое, что было для последовательности на самом деле. Ровно то же самое понятие. Что такое D? Сейчас, я не совсем понял вопрос. Можете еще раз сказать? А, вот эта вот штука. Смотрите, это стандартная запись для отображений. Я говорю, что F – это отображение, которое каждому элементу множества D ставит соответствующий элемент множества R. То есть в данном случае у меня подразумевается, что D – это тоже под множество R. То есть попросту говоря, здесь написано, что F каким-то числам вещественным ставит соответствие какие-то числа. Но поскольку область определения не обязательно будет, все множество вещественных чисел, я пишу здесь D. То зачем мне минус? Здесь C просто существует. Если оно нашлось, но оно может быть отрицательным, не обязательно минус. Не, ну можно и минус написать. Нет, но это три разных определения. Одно определение просто ограниченности, оно соответствует вот этому условию. Другое определение ограниченности сверху, оно соответствует вот этому условию. Третье определение ограниченности снизу, оно соответствует наоборот вот этому условию. Это три разных независимых определения. Абсолютно по той же логике, что и раньше, неважно. Всегда можно c увеличить на единицу или уменьшить на единицу. Следующее свойство, которое нам тоже пригодится, это монотонность. Значит, бывают функции, которые являются монотонными, допустим, возрастающими или убывающими. Значит, пусть у меня есть функция… Это означает, что у нас задана функция, у которой область определения d, а значение принимается во множестве всех вещественных чисел. Не обязательно все вещественные числа. Не обязательно, чтобы у меня область значения была бы вещественные числа. Но, по крайней мере, значение принимается в этом множестве. Это просто числовая функция с вот такой областью определения. Если у нас есть такая функция, она называется возрастающей на каком-то подмножестве а. Если для всякого x1 из а и всякого x2 из а. Если x2 больше, чем x1, то f от x2 будет больше, чем f от x1. Большим значением аргументов соответствует большее значение функции. Соответственно, это возрастание. Убывание записывается точно так же. Значит, есть возрастание и есть убывание. Давайте я просто убываю. Это то же самое, только... Понятно. Знак был в другую сторону. Соответственно, есть не строго возрастание или, опять же, не убывание. Давайте я скажу, не убывает или не строго возрастает. Это означает, что... Соответствующее неравенство должно быть не строгим. Ну и наоборот, не возрастает. Или не строго убывает. Это означает, что... Такое неравенство. Значит, если множество явно не указано, то подразумевается, что она возрастает на все области определения. Ну или убывает, соответственно. Да? Что писать? Вот так вот. Без разницы как. Точно так же, как было с последовательностью. Помните, мы обсуждали, что в определении ограниченности неважно, какое неравенство ставить. Строго или не строго. Потому что вне зависимости от того, какое неравенство вы поставите, определения окажутся эквивалентными. Потому что можно увеличить c на единицу в правильную сторону. И будет видно, что это одно и то же утверждение. Можно поставить не строгое, как хотите. Ну давайте, я уже как-то написал в первый раз, так оставим пока. А вот здесь важно. Вот здесь получаются разные понятия в зависимости от того, строгая здесь неравенство или не строгая. Давайте я приведу пример. Вот смотрите, есть такая функция, называется f от x равняется единице, деленное на x. А график у нее вот такой. Это гипербола. Я думаю, что все этот график так или иначе видели. Надо сказать, что у меня с этим графиком связаны некоторые личные воспоминания. Когда мне было 8, кажется, лет, мне родители подарили первый компьютер. И это было не то, что сейчас называется компьютерами. Это была такая красная коробка, большая красная клавиатура. Весь компьютер вмещался в эту клавиатуру, но она была прям реально большая. И она подключалась к телевизору. Использовала телевизор в качестве экрана. Но это полбеды. Беда в том, что в качестве жесткого диска, в качестве накопителя, она использовала обычный бытовой магнитофон. Все программы были записаны на кассетах. Их можно было вставить в магнитофон, нажать кнопку «Проигрывать». И он начинал жужжать. Это означало, что данные скачиваются. И там мало чего было, но там был интерпретатор Basic. И мы... Одной из первых вещей, которую мы сделали с моим папой, это написали программу, которая строит как раз график вот этой функции. И когда я увидел вот эту вот гиперболу, это произвело на меня большое впечатление. Но до того я строил ручками всякие линейные функции. И я привык уже к тому, что все функции имеют график в виде прямой линии. Вдруг оказалось, что можно построить что-то вот такое довольно изящное. И это как-то одно из таких столкновений с математическим опытом. Ну, просто на том компьютере не было никаких, ничего не было более-менее. Пришлось играться, как умеем. Вот. Итак, смотрите, вопрос, собственно говоря, такой. Я этот график нарисовал не что вам байчки из детства рассказать, а чтобы задать такой вопрос. Ну, вот смотрите, f от x убывает, например, вот на таком множестве. Это правда? Ну, да, правда. И если я возьму две точечки, то той точке, которая правее, будет соответствовать значению, которое меньше. А еще f от x убывает на множестве вот таком. Правда? Ну, тоже правда. Беру две точки и вижу, что большему значению аргумента соответствует меньшее значение функции. А вот теперь вопрос. Правда ли, что f от x убывает на вот таком множестве? Да, вот смотрите, значит, по отдельности на этих двух множествах функция убывает. Но если вы рассматриваете их объединение, то это как бы уже новое множество. И это означает, что, ну, вот смотрите, если посмотреть на определение монотонности, то здесь видно, что у вас две точки выбираются как угодно в этом множестве. Они не обязаны быть близко друг к другу или еще что-то в этом роде. На одном и том же куске лежать. Они выбираются как угодно. И поэтому это означает, что вы можете, например, выбрать одну точку, скажем, вот эту, а другую точку вот эту. Да, давайте вот пусть у меня вот это вот будет x1, а вот это будет x2. У нас x2 больше, чем x1. Но при этом условие убывания не выполняется, потому что значение в x2 больше, чем значение в x1. Вот. Поэтому неправда это. Поэтому, когда вы формулируете какие-то утверждения про то, что функция монотонна, нужно очень четко понимать, что точно вы говорите. То есть в данном случае, если спросить, например, на каких множествах вот эта функция убывает, правильный ответ такой. Она убывает на вот этом множестве и на вот этом множестве. Это два отдельных утверждения. Два отдельных множества. На их объединении не убывает. Вот. Так, ну хорошо. Какие еще бывают тонкости про функции? Ну, наверное... Ну, хорошо, давайте такой вопрос. Константа. Вот функция, которая просто f от x равняется 3. Что можете сказать про ее свойства монотонности? Да, вот это такая функция, которая монотонна, в нестрогом смысле. И одновременно она монотонно, как бы, она не строго возрастает и не строго убывает. Вот, такое бывает. Хорошо. Ну что, какие-то такие совсем базовые вещи про функции я, наверное, сказал. О, давайте еще одну штуку скажу. Постоянно про нее забываю, но вот сейчас не забыл. Смотрите. Есть еще такие... Бывают функции, которые выглядят... Потому что, которые обладают некоторыми симметриями. Значит, функция f называется четной. Если ее область определения симметрична относительно нуля, и для всякого x из области определения f от x равняется f от минус x. Значит, что означает, что d от f симметрично относительно нуля? Это означает, что если какое-то число принадлежит d от f, то и минус это число тоже принадлежит d от f. Так, а можно вернуть, да, как было, Ань? Так совсем, Светлана, можно вот эту вот штуку тоже выключить? Вот, да, вот так хорошо. Если там три выключателя, сколько разных способов можно их включать и выключить? Если там три выключателя, сколько? Восемь. Потому что первым можно двумя способами выбрать, второй двумя способами, третий двумя способами. Дальше все нужно перемножить. Да, комбинаторика в действии. Итак, смотрите, значит, чего я хочу сказать здесь. Кто такие четные функции? Ну, это такие функции, у которых график симметричен относительно... Допустим, вот какую-нибудь вот такую вот функцию я сейчас нарисую вам. Да, у нее график должен быть симметричен относительно вертикальной оси. И, в частности, это означает, что у нее область определения должна быть тоже симметрична. То есть, если функция определена вот в этой точке, то она должна быть определена и в симметричной точке. И иметь точно такое же значение. Смотрите, область определения симметрична относительно нуля. То есть область определения – это множество напрямой. Вот это утверждение просто говорит следующее. Давайте я его распишу. Это означает, что для всех х из области определения минус х также принадлежит области определения. Вот что означает условие симметричности области определения относительно 0. Сам график функции должен быть симметричен относительно вертикальной оси. Если у меня есть какая-то точка вот здесь вот х, у нее есть значение f от х. В симметричной ее точке минус х должно приниматься то же самое значение. Такая функция называется четной. И есть еще параллельное ей определение. Функция f называется нечетной. Тоже область определения симметрична относительно 0. и для всех х из области определения f от минус х равняется минус f от х. То есть из нечетных функций можно выносить минус. Отчетные функции съедают минус. Безвозвратно. Значит, вот пример нечетной функции. Почему они называются четными и нечетными? По всей видимости, потому что по аналогии с степенными функциями. Функции с четной степенью являются четными, потому что четная степень вам убивает знак минус. Минус х квадрат равняется х квадрат. А нечетная степень, наоборот, сохраняет минус. Его можно вынести за знак нечетной степени. И отсюда же возникает аналогичная терминология для функций в более общем виде. Иногда нам будут пригождаться эти симметрии. Так что я их определил здесь. Это все были более-менее знакомые, наверное, определения. Давайте поговорим про определение предела. Предел функции в точке. Давайте я начну с неформального определения. Потом мы его формализуем. Как бы определение. пределом функции в точке. Давайте не в точке, а давайте я скажу так. При х стремящемся к х0 называется такое число а. к которому f от х неограниченно приближается, когда х становится близок к х. к х0, но не равен х0. То есть, у нас есть какая-то функция f. Мы спрашиваем, если я буду подставлять в нее какие-то числа, которые близки к х0, к чему будет близко значение f от х. Давайте посмотрим на какие-нибудь примеры. Давайте начнем с чего-нибудь простого. Да, значит, обозначается эта штука так. Предел при х, стремящемся к х0, f от х. Значит, это не формальное определение. Я просто хочу сначала поговорить немножко на интуитивном уровне, а потом мы дадим формальное определение. Дальше будем с ним работать. Смотрите, давайте я начну с совсем простого примера. Допустим, у меня f от х равняется, скажем, х квадрат. И, допустим, меня интересует предел при х, стремящемся к 3, вот х квадрат. Да, то есть, давайте я нарисую график. Значит, вот у меня есть график моей параболы. Точнее, график квадратичной функции, которая является параболой. И вот здесь есть числа 1, 2, 3. И вопрос, который я ставлю, такой. Допустим, что я буду выбирать х близко к тройке, но не равном тройке. Вопрос, к чему будет близок у в этом случае? К чему будет близко значение функции? К 9. Это видно по картинке, видно как бы изображение здравого смысла. Если х, если х близок к тройке, ну куда же он денется, х квадрат будет близок к 9. Действительно, так оно и есть. Этот предел равен 9. Но тут может возникнуть вопрос, о чем вообще огород было городить? Можно было бы просто подставить и все, и получить ответ. Но вот проблема в том, что подставить не всегда можно. бывает такое, что значение функции в некоторой точке, допустим, не определено, а тем не менее предел у нее существует. Давайте еще один пример. Например, вот такой. f от х равняется, скажем, х квадрат минус 1 разделить на х минус 1. И, допустим, я хочу найти предел при х, стремящемся к единице. Вот если я сейчас попробую подставить просто единицу в эту формулу, ничего не получится. Функция в этой точке вообще не определена. А тем не менее пределы у нее существуют. Ну, как я мог бы это сделать? Я мог бы взять, попробовать поподставлять разные числа в эту самую функцию. Например, взять и посмотреть, чему равняется f от, скажем, я хочу число близко к единице. Скажем, возьму число 1,001. И если я его подставлю в эту формулу и посчитаю, чего у меня получится, то на самом деле получится 2,001. Можете подставить и проверить. Вот это хороший вопрос. Формально, если мы посокращаем, там получится другая функция. Но сейчас мы это обсудим. Смотрите, идея такая, что я могу поставлять числа не равные единице. Вот единицу я не могу поставить в эту формулу. Но я могу поставлять числа близкие к единице. И получать какие-то результаты. Ну, вот, скажем, возьму, подставлю еще число еще ближе к единице. Получу какую-то вот такую штуку. Могу с другой стороны приблизиться к единице, взять, поставить что-нибудь вот такое. И получить что-нибудь вот такое в качестве ответа. Ну, то есть, как бы уже есть идея, наверное, что если мы приближаемся к единице, то куда приближается f от x? к двойке. По крайней мере, если я вот эти числа написал правильно. Я на калькуляторе сейчас не считал, но я думаю, что правильно. Если я построю картинку, то она будет выглядеть как-то так. Значит, вот в точке 1 моя функция неопределена вовсе. Но в близких точках ее график ведет себя вот так, как я нарисовал. на самом деле легко понять, почему так. Давайте я еще какие-то числа напишу, вот эта единица, вот эта двойка. Почему это так? Ну, собственно говоря, как было предложение разложить числитель на множители. и дальше можно сократить на x-1. Да, но вот тогда мы на самом деле получим другую функцию. Но вот можно сказать так, можно сказать, что f от x моя исходная это вот такая штука. f от x это есть функция x плюс 1 ограниченная на множество r минус 1. То есть значение, которое функция f принимает для всех тех точек, в которых она определена, совпадает просто со значением функции x плюс 1. Это другая функция. Если бы я не написал вот эту вот приписку, то вот эти функции вообще, говоря, были бы разные. У них разная область определения. Но благодаря тому, что я написал эту приписку, явно ограничил вот эту функцию на вот это подмножество, у меня получается, что это действительно так, что вот это утверждение верно. И теперь, смотрите, давайте теперь вернемся к... Давайте посмотрим на картинку. Я буду подставлять разные числа, близкие к единице. И понятно, куда у меня будет приближаться y. Значит, я как бы на графике выбираю точки, которые близки к вот этой вот выколотой точке. И сама эта выколотая точка, у нее у координата 2. Ну, значит, вот те у координаты, которые у меня здесь получаются, они оказываются близки к 2. у меня в координате. И давайте посмотрим еще раз на определение. Смотрите, здесь сказано явно, что меня не интересует, что происходит с функцией, когда x равен x0. Меня интересует, куда приближаются значения f от x, когда x приближается к x0. Но самой точке x0 он не равен. Поэтому вот тот факт, что вот эта функция в точке 1 у нас не определено, ничему нам не мешает. Вот. Предел этой штуки равен 2. вы можете делать следующее. Когда вы работаете с пределами, вы можете как угодно модифицировать значение функции вот в той точке, ровно в этой точке, к которой у вас x стремится. В данном случае, когда мы сделали вот такое сокращение, мы доопределили нашу функцию в этой точке. Формально мы ее поменяли. Но на предел это никак не повлияло. Но это немножко другая история. Деление на старшую степень в дробях это некоторый прием, который позволяет найти предел. В какой-то мере это что-то близкое. Давайте еще один пример я приведу. Вот смотрите, давайте представим себе, что у меня такая функция. f от x равняется например x квадрат при давайте не квадрат, x куб для разнообразия, при x не равном 2 и скажем 0 при x равном 2. вопрос. Что можете сказать про вот такой предел? К чему стремится f, когда x стремится к 2? Так, к 8, есть ли другие предложения? Может быть к 0. давайте построим график. Значит, график будет выглядеть как-то так. Здесь довольно быстро растет, с него выколотая точка, и дальше он тоже растет. Вот это как раз точка 2, а в точке 2 значение будет 0. Вот смотрите, если я приближаюсь к 2, значение функции приближается к 8, точку 8. Если я попал ровно в точку 2, то значение становится 0. Ровно. Но опять же, эта ситуация нам не очень интересна. Нам не интересно значение функции в предельной точке. Нам важно, что происходит в окрестности, кроме самой этой точки, как говорится, в прокол этой окрестности. 8, да. Давайте последний пример перед формальным определением. Давайте рассмотрим такую функцию. Что-то отвалилось-таки. Это так хорошо работало. собственно говоря, мы уже обсуждали такой график. Давайте вспомним, как он тут был записан. Вот, допустим, вот эта функция. x-1 и 3. И интересует меня предел при x, стремящемся к 2. Как вы думаете, что вы про него можете сказать? не знаю, ни с какой стороны. Просто стремиться к 2. Просто становится близок к 2. хорошая идея. Смотрите, мы уже сталкивались с тем, что предел не всегда существует. И это как раз тот случай. Опять же, если мы откроем наше квазиопределение предела, оно хоть и квази, но позволяет отвечать на всякие вопросы. Пределом должно быть такое число, что f от x к нему приближается, причем неограниченно приближается, когда x становится близок к x0. И в той формулировке, которая здесь написана, не сказано, с какой стороны x будет близок. Он может быть с одной стороны близок, может быть с другой стороны близок. и должно быть одно и то же число, к которому f должно приближаться, значение функции f от x. И вот здесь такого числа нет, потому что если я буду приближаться слева, давайте я нарисую, значит, это у нас если бы знали, тогда там предел был бы определен, если бы знали, с какой стороны, да. Значит, здесь у меня двойка, здесь у меня единица, здесь у меня тройка. жирненько, жирненько, да, да, ваша правда, ваша правда. Вот, значит, если я приближаюсь к двойке с одной стороны, слева, например, у меня значение чуть меньше двух, то у меня у приближается к единице. А если справа, то они не то, что приближаются, они просто все равны, да, тройке. И нет такого одного числа, к которому значение функции бы приближалось. Не существует. Вот. Ну, хорошо, вот прям совсем последний пример. Давайте рассмотрим такую функцию. f от x равняется синус π деленное на x. Но тут уже как-то тяжко. Тут и график так сходный не представишь себе. Но давайте подумаем. Ну, хорошо, график не представишь. Давайте попробуем взять маленькие числа. Да, меня интересует предел при x-теме, чем к нулю, конечно. Там, где что-то странное происходит. Давайте попробуем угадать предел. Давайте попробуем угадать предел. Давайте возьмем какие-нибудь числа, которые будут близки к нулю, и поподставляем, так как мы в самом начале. 3 – это число близко к нулю? А? Предел 3? Предел синуса? Я скажу, в военное время значение синуса может достигать 3, как говорит известный армейский анекдот. синус, определенный на x наша функция. Давайте возьмем какие-нибудь маленькие числа. Давайте возьмем, например, 1 десятую. Чему равняется f от 1 десятой? нет, я хочу числа, которые приближались бы к нулю. Давайте еще поменьше возьмем число. Еще поменьше число взяли. Ну, смотрите, вот я выбираю, вот я могу выбрать очень маленькое число, очень близкое к нулю, и получится, и значение функции получится тоже близким к нулю, ну, просто равным нулю. Ну что, предел 0? Нет, не 0? Что, я никого не убедил? Какие-то вы недоверчивые. Минус 1 десятая, пожалуйста. Синус π разделить на минус 1 десятая, это синус от минус 10π, это 0. 1 седьмое, да. 1 седьмое? Не, я... Ну, хорошо, ладно, давайте такое число. Такое? Да, пожалуйста. Значит, это что такое? Это мне нужно... Так, ну ладно, смотрите, в чем подвох? А на самом деле, если я возьму сейчас... Ну, там считать сложно. Двойка далеко от нуля. Я хочу числа близкие к нулю. 2 седьмесят пятых. 2 седьмесят пятых. Я замучаюсь считать. Сейчас. 2 седьмесят пятых. Да, что получается тогда? Синус... Ну, хорошо, ладно. 2 седьмесят пятых – это вроде неплохой вариант. Пи разделить на 2 седьмесят пятых. Это 75... Пи пополамов. Это все равно, что... Ну, вообще, это то же самое, что синус Пи пополам или минус синус Пи пополам? Минус... Минус. Минус, хорошо. Минус единица, да. На самом деле, если вы построите график, это на самом деле довольно занятное упражнение построить график этой функции. Ну, вот смотрите, давайте я попробую построить эскиз этого графика. Вот смотрите, где эта штука принимает значение ноль. В каких точках эта штука обнуляется? Ну, вот на самом деле, вот такого достаточно. Синус обнуляется во всех кратных Пи. Значит, Пи деленное на Х должно быть равняться Пи Н. То есть, Х просто одна Н, где Н – это целое. Да, то есть, вот у меня, например, есть единица, тут есть одна вторая. И то же самое с отрицательными числами. А вот в каких точках эта штука принимает значение 1? 2 Пи Н плюс Пи. Да, единица принимается в точке Пи пополам. Пи пополам, да. Единица принимается в точке Пи пополам с синусом. И в… Ну, можно добавлять любое количество целых оборотов. Это значит, что у нас Х должен равняться единица на 2Н плюс… Правильно? То есть, смотрите, у меня есть числа… Вот у меня есть вот такие числа, типа одной Н-ой. И у меня есть вот такие вот числа. Ну, да. Короче говоря, смотрите, у меня получаются какие-то… Сейчас, ну, давай смотреть. Если Н равняется, например, единице, то это будет, что там, одна вторая плюс чуть-чуть. То есть, это будет где-то вот здесь вот точка. Ну, вот смотрите, график будет выглядеть как-то вот так. Он будет бесконечно много раз колебаться вблизи нуля, потому что там как бы есть… Есть и вот такие вот числа, в которых он принимает значение 0. И есть вот такие числа, в которых принимает значение 1. Ну, и минус единица тоже там где-то принимается. Вот. И будет какая-то вот такая картинка. И никакого предела у него в нуле нет. Ну, ладно, я думаю, что я достаточное количество примеров привел. Вот это? Ну, просто поделите вот это дело на π. А потом перенесите х в одну сторону, а все остальное в другую сторону. Так, ну ладно, смотрите, давайте дадим определение предела. Формальное. Настоящее определение предела. Давайте, чтобы дать настоящее определение предела, давайте еще раз посмотрим на наше квазиопределение. Так, где у меня было квазиопределение? Вот. Смотрите, я хочу сказать следующее. Вот здесь есть такие слова, которые… Так. Здесь есть такие слова, которые были не очень определены. Например, что они очень неограниченно приближаются. Но мы уже с таким привыкли немножко работать, когда обсуждали пределы последовательности. Давайте посмотрим. Значит, вот если я хочу, чтобы у меня значение функции неограниченно приближалось к чему-то, то есть это означает, что разность между f от x и числом a должна стать маленькой. Но маленькая она должна стать когда? Не при любых, конечно, x-ах. А тогда, когда x близок к x0, но не равен x0. То есть можно это переписать так формально. Давайте я буду постепенно формализовывать мое определение. Раньше мы говорили что-то в таком роде. Если x близок к x0, то… Ну, пока еще нет. Сейчас будет. Значит, если x близок к x0, но не равен x0, то f от x близок к a. Значит, я сейчас формализую вот такую штуку. Давайте смотреть. Значит, утверждение, что x близок к x0. Как его можно формализовать? Да, ну вот разница между x и x0 маленькая. Вот чему равняется ε, мы сейчас разберемся. Да, но… Значит, вот это вот условие, что он близок. Да, но еще у меня есть условие, что он не равен x0, поэтому давайте я сделаю вот так. Что за условие о том, что f от x близок к a? Значит, я хочу, чтобы расстояние между f от x и a тоже было маленьким. Давайте я возьму другую букву, пусть она будет дельта. Значит, это буква дельта. Теперь мне хочется сделать такое утверждение, что если вот это выполняется, то и вот это выполняется. Да, то есть если x близок к x0, то f от x близок к a. Теперь только нужно разобраться с квантерами. Давайте посмотрим на все вот это дело. Давайте какую-нибудь картиночку еще нарисуем. Вот смотрите, что я хочу сказать. Значит, вот у меня есть и мой x0, и вот у меня есть предел, то есть какое-то число, к которому у меня должны приближаться мои значения. И чего хочется сказать. Что означает, что я могу сделать вот это приближение неограниченным? Что вот если бы там было какое-нибудь расстояние, что они не подходят ближе, чем вот это расстояние, то это уже не то, что мы хотим. Мы хотим, чтобы вот это стремление, оно как бы было бы неограниченным. То есть что нужно сделать? Да, я, кстати, все перепутал. Значит, у меня должна быть вот здесь вот у меня должна быть дельта, а здесь должен быть эпсилон. То есть смотрите, я хочу сказать следующее. Я хочу сказать, что я могу выбрать любую окрестность вот здесь. Я могу выбрать любой эпсилон. И я могу заставить значение функции принимать значение вот в этой окрестности. То есть я могу заставить выполняться вот это условие. Ну, каким образом? Если я потребую, чтобы х был достаточно близок к вот этой дельте. То есть вся вот эта вот штука, она должна выполняться с вот такими квантерами. Смотрите, значит, для всякой меры близости вот этой вот штуки я могу потребовать такой меры близости для иксов, что если вот это условие выполняется для любого икса, то вот это условие тоже выполняется. Вот определение предела. Значит, вот здесь вот у меня по игрекам идут эпсилоны, по иксам идут дельты. Давайте сейчас посмотрим, что здесь сказано, вот ровно то, что я хотел. Значит, я могу заказывать, насколько близко должно стать значение функции к числу а. Оно должно стать эпсилон близко. И предел равен а, если я могу гарантировать, что вот такая вот эпсилон близость имеет место при условии, что х достаточно близок к х0. Ну да, по-хорошему да, но на самом деле, давайте я потребую, чтобы пусть f определена на некоторые окрестности точки х0, кроме самой точки х0, как говорят в некоторой проколы от окрестности точки х0. Тогда с областью определения все хорошо. Я могу всегда выбрать такую дельту, чтобы вот эта штука находилась внутри области определения, а все остальные иксы меня не интересуют. Кроме самого х0, да, то есть в самой точке х0 функция может быть не определена. Важно, чтобы она определена была в некоторой проколотой окрестности точки х0. То есть чуть-чуть левее, чуть-чуть правее х0 должна быть определена. Иначе просто вот такое вот условие непонятно будет, вот это условие непонятно будет, как проверять. Вот, ну вот такая вот штука. Такое определение. На самом деле, оно очень похоже на определение предела последовательности, как вы видите. Но вот раньше мы в определении предела последовательности у нас здесь было n большое, и здесь было условие, что номер больше, чем n большое. А теперь у нас какое-то вот такое вот условие. Ну, это добавляет некоторую сложность, но сейчас мы немножко повозимся с этим, я думаю, привыкли. Так, есть ли еще вопросы по определению? Значит, это определение предела, это определение вот этого факта. Дельта, да, совершенно верно. Дельта вместо n большого. Если проводить аналогию с пределом последовательности, то есть дельта это вместо n большого. Окей. Ну хорошо, тогда все на сегодня.